Финал конкурса в Лиссабоне и будем смотреть его все вместе и с Юлией Самойловой тоже. Я обещал уже долго показать эксклюзивные абсолютно кадры встречи Юлия с Сальвадором Сабралом. Человеком, который выиграл Евровидение прошлого года и собственно привез конкурс в Португалию. Стал национальным героем там и вообще во всей Европе, потому что весь старый свет переживал, что у него со здоровьем. У него невероятная история жизни, пересадка сердца, которая была вот уже после конкурса в Киеве. Он никому не дает интервью, ни с кем не встречается. Даже признался мне, что не разговаривал на камеру даже с представителями Португалии на нынешнем конкурсе в Лиссабоне. Но сделал исключение только для нас и только потому, как он признался, что с нами была Юлия Самойлова. Привет, я Дмитрий. Приятно познакомиться. Привет, Сальвадор. Приятно познакомиться. О, вы говорите по-русски? Нет, нет. Здесь все говорят, что когда Португалия выиграла Евровидение в Киеве, это стало большим национальным праздником, большим таким событием для страны. Что ты почувствовал, когда тебе вручили тот самый заветный хрустальный микрофон? Я почувствовал тяжесть. Тяжесть? Я был подавлен, понимаете? Я все держу в себе. Я не тот человек, который любит большую толпу. А тут бум, мгновенная слава. Это было немного страшно. Поэтому я был испуган и подавлен. Но потом, знаете, мне пришлось справиться с этим. А ты мог представить, что станешь победителем до того, как приехал на Евровидение в Киев? Да нет, моя песня не была похожа на так называемый номер победителя. Но когда мы оказались на конкурсе и почувствовали всеобщую любовь, а зрители начали болеть за Португалию, мы поняли, что можем выиграть. Да, это была нетипичная динамичная песня для Евровидения, как победители прошлых лет. Здесь совершенно другой случай. То есть даже теперь ты не фанат Евровидения? Нет, честно говоря, нет. А ты слышал Юлию Самойлова? Она выступает в этом году за Россией. Нет, но я знаю, что это та же девушка, что и в прошлом году. Да, она правда прекрасна. И Юля очень хотела бы познакомиться с тобой. Рад познакомиться. Я тоже рада знакомству. Мы должны были встретиться в прошлом году, но, возможно, она бы победила и украла победу у Португалии. Спросите у нее, как проходят ее репетиции. Да, у меня все хорошо. Артисты. Теперь мне тоже не нравится мой голос. После операции он немного изменился. У меня была опущена диафрагма, был большой живот. Вам приходится много репетировать? Да, много приходится репетировать. Как тебе Сальвадор-то? Ну, мне показалось, что он такой же, как и на сцене, настоящий, как я говорила, настоящий искренний мальчик. Приятно, что мы встретились, приятно, что он хотел встретиться. А он сказал, что еще в прошлом году ждал этой встречи? Да. И мне это очень приятно, на самом деле. Я не знала, что он еще тогда хотел со мной познакомиться. Я узнала о нем, честно, только когда смотрела конкурс. И я сразу же добавилась к нему на страничку, подписалась на него в Инстаграм и следила, следила за ним. Слежу до сих пор за его жизнью. Ну, у меня очень хорошее впечатление от этого человека. И я думаю, мы еще встретимся. Вот такая фантастическая встреча все-таки состоялась. Диана Гурская присоединила.